Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердило, что в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море погибли порядка 800 человек. Хотя эти цифры отличаются от тех данных, кому удалось спастись. Выживших в этой трагедии доставлены на Мальту. Это 27 человек. Напомню, рыбацкая лодка с мигрантами на борту потерпела крушение в воскресенье в 60 милях от Ливийского побережья. Мы плывем, помогите нам. Голос в трубке у диспетчера, просившая спасения из рыбацкой лодки в воскресенье ночью, не был взволнован. Трагедия произошла позже, когда помощь была уже совсем рядом. На выручку нелегалам отправился ближайший корабль – португальское торговое судно «Король Якоб». Заметив его приближение, сотни людей в панике ринулись на одну из палуб. Перегруженная мигрантами лодка перевернулась. «Мы не в состоянии проверить и подтвердить данные о погибших, которые сейчас называются. Цифры очень трагичные. Смерть одного человека – это уже трагедия. Поэтому я не хочу говорить о статистике. Сейчас речь идет о человеческих жизнях». Выжили, по официальным данным, лишь 28 человек из 950. Последнюю цифру называют те, кому удалось спастись. Крупнейшая трагедия в истории Средиземноморья. Больше суток спасатели надеялись обнаружить живых на месте крушения. Достаточно высокая температура воды, около 17 градусов, оставляла надежду. Но большинство мигрантов, что отправляются в Европу через море, как правило, не умеют плавать. «Если в ближайшее время государство не вмешается решительно и эффективно, если благотворительные организации и те страны, что помогают в борьбе с нелегальной миграцией, не будут действовать сообща, предоставив нам ресурсы, в которых мы так нуждаемся. Мы опасаемся, что произойдет серьезный гуманитарный кризис». Недостаточно спасать мигрантов в море. Необходим другой план действий со стороны Европы. Об этом заявил премьер-министр Италии Матео Ренци после экстренного совещания с министрами по случаю произошедшего. Он требует срочной встречи лидеров ЕС, которая должна состояться уже на этой неделе. Если данные о количестве пассажиров судна, потерпевшего крушение, подтвердятся, число погибших в море за последние месяцы составит 1650 человек. «Невозможно представить, чтобы такой континент, как Европа, отвернулся от отчаявшихся людей из Сирии и Эретреи, которые имеют право на убежище в наших городах, не только в Италии, но и в других странах. Мы должны решить, как будут выполняться спасательные операции в море, как они будут организованы, найти общий язык со странами, откуда бегут эти люди. Мы должны действовать вместе всей Европой, чтобы быть на уровне наших традиций и нашей истории». За то, чтобы действовать сообща, уже высказались Германия, Франция и Испания. Одним из возможных решений может стать создание лагерей на Ближнем Востоке и в Африке, где люди смогут просить убежища, не бросаясь в плавание через Средиземное море. Рим также намерен просить у Европы помощи в борьбе с трафикантами, которые, отправляя мигрантов в Италию на ветхих судах, зарабатывают баснословные деньги.